Беседка На радио Комсомольская правда У нас у всех есть взрослые родственники, время от времени эта тема всплывает, и ты начинаешь думать, а что выгоднее, и как вот потом все эти последствия разгребать. Ну давайте начнем с того, вот я бы первый вопрос, который задала, вообще, например, только недвижимости касается эта тема или нет? Вопрос понятия. Ну вот вы спросили, что выгоднее, да, что лучше. Когда возникает вопрос, что лучше, что выгоднее, возникает следующий вопрос. Кому лучше и кому выгоднее? Ну конечно же наследнику. Вот, а почему, конечно же, собственник-то вовсе не наследник, а собственник-то другой человек. Да, поэтому, конечно, нужно смотреть с одной стороны, с другой стороны. Ну давайте, раз мы говорим про наследников, что выгоднее наследнику? Ну, наверное, наследнику выгоднее дарения. Ну вот, предположим, давайте простой пример. Я езжу на маминой машине, мама мне все время говорит, нам надо ее как-то переоформить. Я все время думаю, как лучше переоформить эту машину так, чтобы было хорошо и маме, и мне, чтобы, ну, как можно меньше нам платить какой-то там налог. Ну, здесь не только в налоге, не только в деньгах вопрос. Значит, смотрите, в чем принципиальная разница завещания и дарения? Завещание, мы делаем распоряжение на случай смерти. То есть пока мы живы-здоровы, это наше, и мы можем передумать. А вот как только мы подарили, мы лишились этого имущества прямо здесь и сейчас. То есть, пожалуй, это основное, что нужно понимать про завещание или дарение. Вот чего я, как завещатель, все-таки я, извините, начну все-таки с собственника. Хорошо, да. Вот я собственник имущества, у меня есть имущество. Я чего хочу? Я хочу при жизни оставаться собственником этого имущества и только после смерти, чтобы мои наследники его получили? Или я прямо сейчас хочу его отдать? Вот чего я хочу? Понятно, что лучше бы иметь какие-то психологические гарантии по возможности. Да, особенно у взрослых людей, ну, да, наверное, у любых людей, но у взрослых людей так сложно все нажито в этой жизни, вот это имущество. Ну, в основном, конечно, речь идет про квартиры, земельные участки с дачами, что отдавать это сейчас, ну, психологически тяжело. Даже если прекрасные отношения с родственниками, даже если ты понимаешь, что они мега порядочные люди и ничего не сделают, все равно бывает сложно. Почему сложно? Ну, наверное, потому что если мы говорим про договор дарения, то есть мы сейчас дарим, мы же не можем ставить в договор дарения условия. Подарю тебе с или после того как. Да, это безвозмездная сделка, безвозмездно, то есть дадом. Ничего не требуя взамен. То есть я дарю тому, кого люблю, условно. И если потом что-то идет не так, например, с товарищем одаряемым, которому я подарила... Например, дачу, а он говорит, все, я хочу здесь жить один, поэтому больше не приезжайте. Иметь право. Да, потому что я не могу поставить условия моего проживания. Ну, не могу. Это дарение. Я подарила и подарила. Если он меня захочет, он меня пустит. Не захочет, не пустит. В квартире часто такое бывает, что приходят люди и говорят, вы знаете, нам надо просто переоформить, ну так, формально, вот переоформить с мамы на меня. Ну, начинаешь маме объяснять, естественно, все эти моменты и нюансы, что это не сказать, что формально просто так. Вы перестаете быть собственником. И, естественно, встает вопрос о проживании в этой квартире, проживании, факт регистрации, ну, то есть прописка, как это прежде называлось. И что я вынуждена говорить, ну, потому что по закону это так, пока одаряемый дозволяет вам быть зарегистрированным в этой квартире, вы будете там зарегистрированы. А если у него пропадет такое желание, то никакой закон... В один момент обратиться в суд, и суд выпишет такого бывшего собственника. Это договор дарения. Это вот то, что надо знать основное про договор дарения. Лишаемся имущества здесь и сейчас. Можно, конечно, отменить. То есть не все так безнадежно. Поскольку сделка безвозмездная, то закон, конечно, дарителя старается обезопасить. Ну, хотя бы от некоторых случаев. Есть три случая, в которых может даритель отменить дарение. Первый случай – это без всякого суда. Если в договоре дарения в прямом будет написано, если даритель переживет одаряемого, он вправе отменить дарение. Такое случается, к сожалению. На самолетах ездим, на машинах ездим. Всякое бывает. Болезни разные. И если, например, не складываются отношения с зятем или невесткой, вот такой переживший родитель, ну, как правило, дарит родители детям, вправе забрать это имущество из наследственной массы, отменить дарение. Это в стандартном договоре или это отдельной строкой нужно прописывать? Отдельной строкой. Если этой фразы нет, она не будет работать потом. Понятно. То есть это один из способов дополнительно себя чуть обезопасить. Обезопасить. Ну, я бы рекомендовала это писать. А потом уже даритель посмотрит, надо ему будет, не надо. И два случая – это на случай суда. Если одаряемый, ну, то есть тот, кому чего-то подарили, ухудшает качество этой вещи, а вещь дорога дарителю, ну, давайте применительно к квартире упростим, прям совсем упростим, одаряемый начинает сжечь костры внутри квартиры. Или сдавать мигрантам в огромном количестве. Нет, нет. Вот именно вот прям ухудшать, прям физически. То это может явиться основанием для того, чтобы даритель пошел в суд и начал процедуру отмена дарения. Но, Мария Викторовна, это тоже должно быть как-то прописано? Нет, нет, это безусловное право. И второй случай для суда – это когда даритель, ну, например, совершил покушение на жизнь одаряемого, либо членов его семьи. Тогда даритель тоже может идти в суд, и это может явиться основанием для отмены дарения. Ну, нюанс важный. Если к тому моменту, когда он пошел в суд, эта квартира еще не продана. То есть она одаряемого должна существовать в натуре, это называется. То есть она должна по-прежнему принадлежать одаряемому. Это вот договор дарения. Слушайте, у меня вообще вопрос вдруг возник. А зачем, в принципе, что-то оформлять? Ведь разве, например, законно квартира не перейдет по наследству ко мне от моих родителей? Ну, если вы одна. Ну да. Да, нет других братьев, сестер. Ну, если родители есть и папа, и мама, то наследники-то дети, супруг родителя. То есть наследник и вы, и переживший супруг. А если, предположим, у родителей в разводе, у них есть еще супруги, то вот в данном случае... Тоже наследники по закону, новые супруги. Так а если это, предположим, собственность приобретена не в браке? А неважно. Это мы рассматриваем супружескую собственность. Вы сейчас про это. А наследство – это наследство. То есть все, что человеку принадлежало на момент смерти, его наследникам переходит в одну секунду. Вот в момент смерти. Если нет завещания, то наследники, в первую очередь, дети. Все, от всех браков. Супруг. В бракных долях, да? Да, тот, который на момент смерти был супругом. То есть там, где брак зарегистрирован в органах ЗАГС. И родители умершего. Вот все они в равных долях наследники. Если нет завещания. То есть получается, что в избежании каких бы то ни было скользких ситуаций, все равно официально оформлять необходимо. Да, нельзя просто сказать, я тебе дарю эту квартиру. Так и получится. Хорошо, но а когда лучше всего оформить завещание? То есть вообще, мне кажется, что есть такие моменты. Вот у нас в России не принято говорить о деньгах немножко. Да, как неловкий момент, когда тебя спрашивают, какая у тебя зарплата или что-то в этом роде. Сколько ты хочешь денег за это получить. И точно так же у нас неловко говорить о смерти. Ну, как-то вот не может же наследник сам поднять эту тему. Я понимаю, родители, вы не вечны. Может быть, там что-нибудь оформить. И, в общем, родители... Неловко, соглашусь. Ну, согласитесь, ситуация неприятная. У меня, кстати, очень был забавный дедушка. Он оформил завещание на бабушку и написал в этом завещании. А после ее смерти эту квартиру я завещаю. Бабушка, конечно, улыбнулась внутри себя и сказала, ну, я уж потом сама разберусь. Но, тем не менее, он прописал пять поколений жизни, квартиры и дачи. И это было интересно. Ну, вот так делать в завещании нельзя. Почему? Ну, вот бабушка абсолютно была права. Она с момента смерти дедушки стала собственником. Дедушка была имущества. Конечно, нельзя ограничить. Дедушку нельзя было заставить делать завещание или ограничивать. Ну, так же и бабушку. В какой момент делать завещание? Ну, наверное, как только у вас появляется какое-то имущество в жизни, и есть наследники, которым, ну, вот у вас есть в голове некий диссонанс по поводу ваших наследников. Ну, что это может быть? Наверное, самый такой понятный пример, когда у родителей в семье один ребенок благополучный, а второй не очень, по разным причинам. И родители понимают, что если этому ребенку, любимому, при этом любимому же ребенку, оставить ту же самую квартиру, она будет продана в следующий день. И ребенок окажется где? Под дверями у второго ребенка. Или на помойке, не дай бог. Вот что в этой ситуации делать? Родители, конечно, размышляют и понимают, что нужно оставлять все ребенку благополучному, но заставлять, нагружать, устанавливать обязанность для вот этого благополучного ребенка обеспечить жильем вот этого неблагополучного. То есть мы можем в завещании прописать какие-то дополнительные моменты. Совершенно верно, распоряжение. Мы оставляем вам квартиру, но при этом вы должны обязаны предоставить безвозмездное пожизненное право пользования вот этому человеку, вот в этом и моем наследственном имуществе. Да, такое возможно называется завещательный отказ. А можем ли мы сохранить завещание в тайне до момента своей смерти? А вы знаете, это прямо норма, установленная законом. А, даже так. В прямую написано. А давайте мы сейчас прервемся на две минуты, у нас реклама, и я напомню, что у нас в гостях Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Петербурга, мы говорим о завещании и дарении. И вновь возвращаемся в эфир, и напомню, что сегодня наша тема завещания или дарения, что лучше, какие ситуации предпочтительны. Значит, завещание, ну вообще, если мы взрослые ответственные люди, то по идее мы должны уже понимать, что мы не вечные, вообще все может случиться, и завещание лучше бы оформить. Ну а в каких случаях предпочтительнее оформить дарственную, если вы говорите о том, что дарственная лишает нас прямо сейчас прав. А если мы, например, еще люди средних лет, у нас, в общем-то, достаточно имущества, и мы понимаем, что лучше бы, конечно, наших потомков оградить от всяческих налогов и прочее, прочее, но, но есть нюанс, неизвестно, как поведут себя эти самые потомки. Это да. Ну, в каких случаях, как правило, что-то дарится, если мы говорим про взрослых людей, которые дарят своим детям, внукам. Когда у этих взрослых людей несколько объектов недвижимости, и они на свадьбу ли, в связи с окончанием ли вуза успешным, они вот этому дитю, ребенку ли, внуку ли, дарят такой замечательный подарок. И это не последнее их имущество. Да, им есть где жить. То есть не стоит вопрос, что они теперь на птичьих правах где-то там в закутке в этой квартире должны жить. Они не опасаются за свое благополучие последующее, ну и семья хорошая, то есть у них нет каких-то волнений. То есть это от избытка скорее, да? От любви. Ну да, я имею в виду, что есть лишнее, ну да, давайте так назовем. И они действительно от дорогого сердца это дарят. Но хочу сказать, что дарят всегда от дорогого сердца. И в прежние времена в договорах дарения всегда звучало, что даритель передает одаряемого, а одаряемый принимает в дар с благодарностью. То есть благодарность у нас прописана в законе, друзья мои. Была раньше так. Раньше в договорах писали. Что брали? Потихонечку это ушло, но на словах я, например, всегда это говорю. Правовой романтизм. Да, чтобы одаряемый понимал, что не все просто так. Значит, другие ситуации бывают, когда, например, вот как я уже сказала, есть некий неблагополучный наследник в семье, почему-то не хочет идти по пути завещания, сам собственник, ну, то есть даритель наш. И он хочет при жизни распорядиться своей единственной квартирой, подарив, ну, вот тому самому благополучному ребенку. Когда это происходит? Когда этот человек, собственник, понимает, что семья у него хорошая, благополучная, что ребенок, которому дарится, ну, сын, предположим, сын благополучный, дочка неблагополучная, у сына и невестка хорошая, и внуки хорошие, ну, к счастью, хорошей семьи это чаще встречается, чем обратная история. Да, и как бы не пугали, не пугал нотариус такого собственника, вот эту женщину или мужчину, бабушку, дедушку, не пугается. Он говорит, нет, у нас все хорошо, меня никто на улицу не выставит, я без жилья не останусь, у меня очень хороший сын, очень хорошая невестка, очень хорошие внуки. Обо мне всегда заботятся и буду заботиться дальше. Ну, здесь нотариус что? Хозяин-барин. Ну, конечно, если мы видим волю, сформированную волю, не потому что бабушку заставляют и так далее, и так далее, ну, как правило, это видно, такие вот навязанные идеи, навязанные желания, их видны, они видны, то тогда, да, может состояться такой договор дарения. То есть единственное жилье, да, лишается собственности прямо здесь и сейчас, но абсолютно уверенно в своих родственниках. Слушайте, ну тут теперь давайте попробуем посмотреть с точки зрения наследника. Что наследнику-то выгоднее? То есть договор дарения? Дарение. А что ты платишь при этом? Если ты близкий родственник, то ты не платишь ничего. То есть налога на дарение нет для близких родственников. Ты уплатишь нотариальный тариф, если ты решил сделать сделку нотариальной, либо ничего, если это сделка в простой письменной форме. Но я бы крайне не рекомендовала с недвижимостью заниматься вот такой мнимой экономией. Это именно мнимая экономия. Если потом кто-то надумает попытаться оспорить такой договор, и если он был без нотариуса, то это будет сделать легко и просто. А в чем роль нотариуса в данном случае? А нотариус проверит ту самую волю сторон, что действительно даритель хотел подарить. То есть не просто ему дали какую-то бумажку подписать, как бывает без нотариуса, а нотариус разговаривает, нотариус выясняет волю, устанавливает дееспособность. Ну то есть действительно ли он понимает, что делает, адекватен ли человек, и не находится ли он в каком-то измененном состоянии, будь то алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Нотариус это все смотрит. Если нотариуса нет, то контролировать это некому. Понятно. Ну и, наверное, такой ключевой вопрос. Про дарение мы уже поговорили, но можно ли оспорить в завещании? Как это делается? Завещание – это такая же сделка, только односторонняя. Поэтому оспорить ее можно по тем же правилам, как и любую другую сделку. Например, договор дарения – это тоже сделка двусторонняя. Правила ровно те же самые. То есть, как правило, завещание оспаривают недовольные наследники. Конечно. И они говорят, не, ну бабушка, если бы она завещала мне, так она здоровая. А раз не мне, так, конечно, она была нездорова в момент совершения завещания. То есть, можно доказать, что человек находился в, так сказать, не в здравом уме и трезвой памяти? Это, вы знаете, самое вот в литературе ученые называют, это самая позорная экспертиза какая-то, может быть, вот эта посмертная амбулаторная. Когда поднимаются медицинские карты вот этого человека, когда вы спрашиваются свидетеля, там соседи по лечеточной клетке, еще кто-то. И, вы знаете, иногда настолько это стыдно видеть, потому что спрашивают соседа, скажите, пожалуйста, вот 8 сентября 2005 года вы встречали Светлану Петровну? Да, встречал. Ну и как она была? Вы знаете, она была не в себе. Хорошо. А 9 сентября вы где были? Говорят, да вы что, ну это было так далеко. Ну а как вы помните про Светлану Петровну? Ну то есть понимаем, да? Интерес некий у человека. Да, как сказать, мы можем найти свидетелей как в одну сторону, так и в другую сторону, лишь бы задаться целью. То есть предположим доказательство недееспособности интеллектуальной, психической. А какие еще есть способы оспаривания завещания? Ну как правило, по вот этому медицинскому критерию оспаривается, что человек в момент совершения завещания не понимал значение своих действий, не мог им не руководить. Ну то есть либо таблетки какие-то принимал, находятся какие-то документы, либо какие-то заключения врачей находятся, а иногда не находятся. Иногда в суде рассыпаются вот эти такие, знаете, прям подметные показания свидетелей. Слушайте, так а вот, ну хорошо, предположим, если доказали, что человек в момент написания завещания был не в себе, а все дела, то тогда каким образом дальше делится имущество? По закону. По закону. То есть, предположим, если переписали на одного, то дальше делится на всех, кто... По закону. Дети, супруг, родители в равных долях. Если вот до этого завещания не было другого завещания, потому что если вот это отменят, то будет действовать предыдущее. Понятно. А теперь мы все-таки возьмем момент, если, предположим, ничего не оформленным, то есть ни договор дарения, ни договор, ни завещания, каким образом мы можем как-то вот претендовать на то или иное имущество. Или доказать, например, что супруге отца оно не принадлежит, потому что оно не было приобретено в браке. Ну, к примеру. Понятно. Если умирает человек, вернее, когда умирает человек, открывается наследство, и вот эти вот люди, которые потенциальные наследники, дети, супруг, родители, они обращаются к нотариусу в течение шести месяцев для того, чтобы открыть наследственное дело. И нотариусу приносят все документы. Нотариус что-то еще запрашивает, какие-то сведения узнает. И становится понятно, какое имущество это принадлежало на момент смерти, да, умершему. И нотариус выясняет, в браке с какой супруг это было приобретено. И вот здесь становится понятно, что да, супружеской доли вот у этой второй супруги, вот в той квартире, которую с первой купили, нету супружеской именно доли. Так. Но она наследница. Не понимаю. Супруга, смотрите, вот один и тот же человек, вот я женщина, вы женщина, мы с вами можем быть в двух ипостасях, когда умирает наш любимый муж. Во-первых, мы пережившие жены, пережившая жена. И значит, все, что мы в браке с мужем приобретали за деньги совместные, оно наше совместное. И половиночка моя в этом имуществе, и половиночка мужа. Неважно, на кого из нас оформлено. Вот когда муж ушел, умер. И на нем, например, все оформлено имущество. Наследство. Значит, половина моя, как супруги. Это не наследство. Оно мое. А, поняла. А оставшаяся половина, это наследство. То есть мы делим вторую половину, да? Я забираю свою половину, как супруга. Это просто уже априори. Это мое. Так. Я жива-здоровая, это мое. Оставшаяся половиночка, это наследство. И вот там я уже во второй ипостасе. Я наследник в первой очереди. И наследники – дети, супруг, родители. И мы вот эту половиночку делим. Ну, вот сколько нас там, например, чего? Жена, двое детей, трое нас. Родителей, например, у мужа нет. Трое. Значит, мы одну вторую, по одной третьей поделим. Значит, у меня будет одна вторая, как у жены пережившей, плюс одна шестая, как у наследницы. И по одной шестой будет у детей. Понятно. Ну, в общем, друзья мои, сегодня мы с вами попытались разобраться, в каких случаях лучше оформлять завещание, в каких случаях дарение. Но вот, насколько я поняла, все-таки завещание, оно больше обезопасивает собственника. Собственника. А дарение при этом выгоднее для того, кто получатель. Но, в общем, вы решайте сами, но обязательно все сделки мы оформляем при нотариусе. Для того, чтобы, во-первых, у нас было четкое ощущение третьего лица, который может сделать, по крайней мере, психологическую экспертизу и понять, насколько желание дарителя, оно искреннее. Ну и вообще, такие вещи, как операции с недвижимостью или с какими-то дорогими вещами, лучше делать исключительно нотариальным. У нас в гостях президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Терехова. Всем спасибо. До встречи. Беседка. На радио Комсомольская правда.